Поздравляю вас с новолетием, с крещением, желаю всем добра, здоровья и удачи. Но этот год начался с американской драмы, которая касается всех нас. Мы видим кризис американской государственности, их образа жизни и завершение длинной сказки о образцовой демократии. Но нас объявили недавно врагом номер один, и к власти пришла группировка, которая не постеснялась заткнуть рот Трампу. И по сути дела в Америке борются не две партии, а борются два клана. Клан глобального капитала и национального. Национальный капитал проиграл, но думаю, он на этом не успокоится. Мистер Глобал, по сути дела, торчит из всех карманов России. Он участвовал в формировании нашей Конституции, распродаже нашей собственности. И у каждого в кармане сегодня американский шпион, все мы давно под колпаком. В данной ситуации они уже продолжают эти провокации. Я давно ожидал такого выступления от одного из руководителей. Сегодня Володин прямо сказал, чем нам пахнет от американской демократии, что приехал уже очередной гонец из Берлина, очередной гапон номер два, который будет поджигать внутреннюю ситуацию. Этого деятеля надувают уже много лет. По сути дела, прекрасно понимая, что за ним ничего нет, кроме организации российского Майдана. Но для нас он может быть весьма неприятным и катастрофическим. Я ожидал, что после прихода год назад правительства Мишустина будет изменен финансо-экономический курс, но весь блок остался в полном составе, и серьезных изменений мы не видим. Три бомбы, которые тикали под зданием российской государственности, усиливают свои предупреждения. Первая – воровская приватизация, которая кровоточит из всех наших пор. Мишустин, к сожалению, замахнулся даже на приватизацию мупов и гупов, что приведет к дестабилизации в крупнейших городах и районных и городских центрах. Вторая – это дикое неравенство. Посмотрите, 104 миллиардера грабанули почти 7 триллионов в прошлом году и не хотят платить нормальные налоги. Третья бомба – это продажная элита. И вот то, что сейчас сказано на замечании, когда обсуждают судьба страны, некоторых это не касается, они думают скорее о своих капиталах. Мы считаем, что, если честно не оценим прошедший год, мы не сформируем нормальную повестку. И сколько бы мы законов не рассматривали, ситуация не изменится к лучшему. Условия выхода из кризиса – это, прежде всего, выполнение послания президента, но его по-прежнему проваливают. Это гибридная война и цифровое рабство, которое уже торчит не только на просторах Америки. Это эпидемия. Эпидемия – почти неизбежна третья волна, потому что мы не в состоянии привить 60-70% населения, а она будет раскатываться и больно бьет по всем структурам. 77% представителей малого и среднего бизнеса сказали, что они не переживут уже и текущий год. Давайте посмотрим, что мы реально имеем на сегодня. 10 базовых показателей – это результат, прежде всего, работы партии власти. Вымирание – минус 400 тысяч в прошлом году. Русские области в 3-4 раза умирают быстрее. Президент на Госсовете согласил со мной очередное заседание посвятить проблемам демографии. Нищета прибавилась в миллион 300 тысяч. Правительство прибавило прожиточную минимуму 373 рубля. На 4 пирожка не хватает. Безработица официальная выросла в 5 раз. Цены, продовольствие и одежда – плюс 12%, лекарства – 12-40%. Пенсии – 14 тысяч с копейками средняя пенсия. Дети войны как получали, 7-9 деревни, 10-12-14 городов, так и осталось. Долги. Долги нарастают, как с нервной ком. Граждане нахватали практически более бюджета нашего. И только на ипотеку в прошлом году вынуждены были взять 4,3 триллиона. Но платить им нечем. Зарплаты и доходы продолжают снижаться. Налоги. 63 копейки. Как платили с рубля, так и платят самые высокие налоги в стране. Грабеж. Олигархия продолжает растаскивать страну и не пополняет нашу кассу. Износ оборудования вырос еще, достиг даже в базовых отрастях 60%. Темпы – минус 4-5%. Электроникам о ней говорили – минус 15%. Металлообработка – в два раза больше. Вот реальная картина. Под эту картину надо готовить новый бюджет и готовить свою политику. Есть ли ресурсы? Еще раз повторяю, у нас колоссальный ресурс. Официальная оценка международных институтов. У нас, если обрадать минеральную сырьевую базу, 30 триллионов долларов. Мы самые богатые в мире. Мы первые по алмазам, газу, серебру, титану, никелю. Вторые по золоту, лес, вода, земля. Всего в достатке. Кроме того, чтобы это обслуживало граждан страны. У нас уникальный опыт. Мы вам предложили целую программу реализации, начиная от народных предприятий, которые по-прежнему преследуются. Кончая тем, что мы целые программы и по образованию, и по науке, и по передовому опыту в области новейших технологий. Мы провели великолепный семинар по поручению президента, посвященный проблемам народных предприятий и разумного сочетания базового капитала, высоких технологий и классной зарплаты, и суперсовременной социальной сферы. Результат, я к вам обращался. Результат по-прежнему один и тот же. Правильно, Володин говорит, не нужно двойных стандартов. Но они у нас со всех сторон эти двойные стандарты. Я попросил у вас обеспечить защиту народных предприятий. 700 судов вокруг предприятий Грудинина. Еще раз повторяю, мы не дадим ее растерзать. Я надеюсь, что партия власти отреагирует. Я в прошлый раз обращался к Неверову и не услышал нормального ответа. Я написал письмо всем членам Совета Безопасности и не получил ответа. Их опыт показали 15 минут по всем каналам в ходе семинара, кроме российского канала и государственных каналов. Если брать дальше Бессонова Владимира, вы гоняете 8 лет по просторам страны только за то, что присудили ему этот уголовный срок, что он провел маленький митинг и никого не трогал. Вы продолжаете третировать Левченко вместе с своей семьей. Сына посадили в сентябре, сидит ни за что, ни разу не допрашивали, ни одного аргумента нет. Синельщику вместе с штабом протестных действий официально готовят акции протеста. Мы к вам обращались, не трогая Сергея Удальцова, уже один раз посадили и снова сажаются под надуманным прилогом. Сидит уже почти полгода Платошкин, ни за что, ни про что. Я настаиваю на том, чтобы Дума официально рассмотрела вопрос, связанный с такой позицией. Наша программа налицо. Еще раз вам называем 10 конкретных пунктов, которые мы будем отстаивать в течение этого года. Национализация минеральной сырьевой базы. Она должна служить всем гражданам. Бюджет развития 33 триллиона. Коломейцев с Кашиным вам на стол положили все наши предложения. Никакой проблемы нет его сформировать. Прогрессивный налог во всех странах есть, кроме нас. Почему мы топчемся на месте? Что касается госмонополий на спиртоводочную промышленность, по-прежнему травят, оказывается, 8 бутылок из 10, даже коньяка уже фальшиво. Прожиточный минимум 25 тысяч рублей, он должен быть у каждого, иначе страна будет и дальше умирать. Надо отменить эту людоедскую пенсионную реформу. Женщины не хотят рожать. В 2015 году 5% таких было, сейчас 22%. Как мы будем восстанавливать население? Устойчивое развитие села и целина готово. Все вы соглашались, кроме Суланова, который так и не дал на копейки на эту программу. Образование для всех. Готовый материал. Алферов готовил, Мельников готовил, Сволин сили. Чего вы не хотите принять? Удаленка. Уже женщины на стенку лезут. Трое детей, они в состоянии не работать, не учить их. Оставили страну на второй год и все на что-то ссылается. Причем тут вирус, вирус никакого отношения к этому не имеет. И Греф, добавьте немножко, и Греф взялся нас учить, который ничего не разбирается в этом деле. Что такое цифровое рабство? Я вам объясню, я вам выступал, вы даже не хотите это рассматривать. А это вопрос касается будущего страны. Если вы школу сломаете, эта травма на 30 лет вперед. Наша русско-советская школа была признана лучшей, остается лучшей в мире. Я настаиваю на том, чтобы мы рассмотрели все о гарантиях медицинского обслуживания. Гарантии должны быть. На остатках советской науки что-то сделали. И в космосе, и в военном деле, и в том числе и в медицине. Но это же никак не финансируется. Вы урезали даже и фармацевтику, урезали медицину. Урезали и не хотите делать. А как это будет развиваться дальше? И обязательно о духовно-патриотическом воспитании молодежи. Без этого мы не в состоянии защищать страну в условиях гибридной войны. Ну и советую вам, сегодня в правде советской России, напечатан большой наш доклад о условиях работы в гибридной войне. Посмотрите, он вам поможет. Спасибо, Геннадий Андреевич.